МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новобранец прибыл в Нарьенмар. На этой неделе из Улан-Удэ прилетел Ми-8 АМТ – новый вертолет для санавиации Ненецкого округа. Встречать крылатую машину пришла делегация во главе с губернатором Игорем Кошиным и руководителем Нарьенмарского авиаотряда Валерием Остапчуком. Экипаж вертолета проделал долгий путь – из столицы Республики Бурятия через Томск, Нижневартовск до места основного базирования аэропорта Нарьенмар. Как выглядит новобранец вертолетного парка и чем отличается от своих предшественников, узнала наша съемочная группа. Неблизкий путь протяженностью в 3,5 тысячи километров и 4 дня пройден. Экипаж нового вертолета Ми-8 АМТ прибыл в Нарьенмар. Аэропорт Заполярной столицы станет новым домом для новой авиатехники. Он построен в Улан-Удэ на авиационном заводе холдинга «Вертолеты России» специально для нужд санитарной авиации. Уже как 70 лет Крайний Север не может существовать без этой службы. Летающие бригады спасают жизни северян из самых отдаленных поселений округа. Мой вертолет от обычного отличается тем, что на него может монтироваться медицинский модуль. И на борту вы можете увидеть специальные разъемы, куда этот модуль подключается. На сегодняшний день, если происходят какие-то сложные санитарные задания, медики везут с собой к нам на борт большое количество оборудования, реанимационного оборудования и все, что им необходимо. Этот медицинский модуль уже будет включать в себя это оборудование, уже будет находиться установленным на вертолете, подключенный к питанию вертолет. В авиапарке предприятие – это первый вертолет модификации АМТ. Для освоения нового типа воздушного судна персонал авиационно-технической базы прошел обучение. Сертификаты получили шесть авиатехников, которые будут стажировать остальных сотрудников. Данная модификация вертолета Ми-8 отличается энергетикой. Другие генераторы стоят, модернизированный стоит автомат перекоса, гаситель вибрации, усиленная трансмиссия. Это главное отличие. Авиапредприятие закупило вертолет на условиях льготного лизинга, который предоставляет государственная транспортная лизинговая компания по поручению правительства России. 34 региона получили субсидии на софинансирование санавиации на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. Из них Неницкому округу направлено 54,5 миллиона. Федеральная поддержка региону оказана в рамках приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах НАО». Таких вертолетов было выпущено в этом году 23 вертолета Ми-8 и 6 вертолетов Ансад. В следующем году программа будет продолжаться. Мы будем претендовать еще на один вертолет Ми-8, либо его модификация, там АМТ, МТВ, нам еще предстоит определиться. Обновление авиапарка позволит ускорить сроки поступления экстренных пациентов из отдаленных территорий в медицинские организации более высокого уровня. В прошлом году санитарная авиация выполнила 288 экстренных полета. Помощь оказана 570 гражданам, из которых 45 дети. Кроме того, летающие бригады врачей оказывают помощь работникам нефтяных компаний. «Вы знаете, что до прошлого года, 26 лет, парк не обновлялся. И как ни было бы нам тяжело, мы совместно с руководством авиаотряда, с Валерием Генечем, оступчиком, генеральным директором, рассматриваем различные варианты обновления парка. Вы знаете, мы в прошлом году поставили на линию два воздушных судна ТВС-2МС, и пассажиры, жители наших населенных пунктов уже ощутили на себе всю разницу, скажем так, между обычным АН-2 и обновленным, более современным судном». Вместе с экипажем в новом вертолете прилетела документация. 10 сумок с паспортами на каждый агрегат, от лопасти до двигателя. Когда все документы будут готовы и подписаны, машина начнет свой трудовой путь в небе над округом. Маленькие жители Нижней Пеши в этом году переступят порог новой школы. По крайней мере, так обещают подрядчики. Сейчас на объекте ведется обустройство площадки, а также устранение замечаний Государственного пожарного надзора. Ход работ проинспектировал глава региона Игорь Кошин. «Да, значит, у нас есть требования, метр двадцать, здесь есть начальная школа». Высота перил должна быть не ниже 120 сантиметров. Подрядчики, видимо, решили перестраховаться и сделали метр пятьдесят. Свежие сварочные швы – как доказательство проведенной работы над ошибками. В роли строгого проверяющего – Светлана Мащенко. Она скрупулезно оценивает, все ли требования пожарной безопасности соблюдены. Пока нареканий нет. Мы постоянно созваниваемся, подрядчики идут навстречу, консультируются и по мере возможного устраняют. Если они до первого сентября успеют все сделать, как обещали, то, естественно, мы съездим, проверим и с удовольствием откроем, чтобы дети учились в новой, светлой, красивой школе. Дня, когда новая школьная гавань начнет принимать учеников, ждут всем селом. Сейчас ребята вынуждены ютиться в нескольких зданиях, совсем не предусмотренных для обучения. Новую школу начали возводить еще в 2012 году. А первый звонок планировали провести еще в 2014. Но, как часто это бывает, подрядчики взялись за дело, а потом куда-то пропали. В итоге строительство затянулось на долгие 4 года. А где была проблема с крышей? Что у нас там с крышей провалилось? А, нет. Все исправили. А в чем была проблема? Из-за чего? Да подвесок мало было. Я сам этим занимался две недели. И все другие классы перетерывали. Ну, по остальным классам-то хоть проверили? Проверили, все, да. Подрядчик заверяет, все неполадки, нестыковки и недоработки устранены. А проблем при возведении школы возникало немало. Это потому, говорит губернатор, что проектно-сметная документация разрабатывалась без должного изучения особенностей местности и рельефа. Заказчик изначально подошел очень некомпетентно к вопросу проведения изысканий. И вот отсюда все эти вещи. И место очень топкое. Изыскание об этом и речь. Изыскания были проведены не совсем эффективно. Вот, собственно говоря, как бы результат. Побывал Игорь Кошин в детском саду Нижней Пеши. Здесь заведующей был озвучен ряд проблем. В частности, в здании для малышей холодно. Кроме того, не работает установка по очистке воды. Просил Холодова, просил Михеева, вот это все-таки разобраться с водоочисткой. До сих пор проблема не решена. Поэтому у меня просьба. Вот мы вернемся, когда руководство Полярного района дерните, и пусть они в телевизор пообещают, когда они решат эту проблему. Проблема вроде и формального характера. Водоустановка находится на балансе детского сада. Детский сад находится в ведении Нинецкого округа. А обслуживать эту водоустановку может только Севержилкомсервис, подведомственное учреждение Заполярного района. В итоге, из-за этой бюрократической проволочки, система водоочистки не работает уже два года. Надо было разделить этот объект. На сегодняшний день, чем занимается и детский сад непосредственно в Пеши. То есть, они в феврале к нам написали письмо, чтобы готовы ли мы принять к себе эту водоустановку. Мы, в свою очередь, запросили в Северку Свери, что согласны они потом дальше взять ее в Кусведине или нет. В марте месяце мы написали ответ, что мы готовы забрать к себе и дальше эксплуатировать. И, в принципе, воду отпускать уже по тарифу, который установлен в Северку Сверису. Поэтому тут сейчас надо детскому саду оформить все документы, православные документы, как на установку, так и, соответственно, на землю. Потому что сейчас объект без земли передаваться не может. Все, дальше мы передадим в Северку Сверису. Со слов Надежды Михайловой, как только руководство детского сада подготовит и направит в Заполярный район все необходимые документы, проблема будет решена. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал Север, село Нижняя Пеша. Продолжение следует... Двухэтажное здание внушительных размеров привлекает внимание сразу. Стройки такого масштаба в селе Тельвиска еще не было. Общая площадь помещений – более 3,5 тысяч квадратных метров. Вместимость – 100 учеников. Стоимость проекта – более 278 миллионов рублей. Начинка школы тоже впечатляет. Спортивный зал, помещение для кружков, класс для занятий домоводством, кабинет по обработке ткани, мастерская для трудового обучения, кабинет индивидуальных занятий, музей, медицинский блок. Все это станет доступно школьникам Тельвиски уже скоро. Подрядчик – компания «Стройуниверсал» работает почти по графику и планирует сдать объект к середине сентября. В сроке мы успеваем. Единственное, что ждем ТП, проблема, возникшая в июне месяце, и решаем ее. Но подстанкция просто была, что 2 июня выдали только проект по изготовлению. И вот на заводе получаем 17 августа только вот эти подстанкции. Пока привезем, пока смонтируем до 10 сентября. Я говорю, вот 10-5 заканчивать будем. Сегодня на объекте работают 25 человек. Помимо отделочных работ и благоустройства, им предстоит установить локальные очистные сооружения. Этот вопрос возник после принятия новых правил санитарной безопасности, когда школа уже строилась. Изначально предполагалось вывозить отходы на полигон. Но теперь в проект необходимо вносить изменения и включать септик. Подрядчик работает над техническим решением проблемы. Вторая стройка, которую посетила делегация – 12-квартирный дом. Строить его начали еще в 2011-м. Но свои обязательства Наринмар Окргаз выполнить не смог. Новый контракт в мае 2017-го заключен с ремонтно-строительной компанией Ненецкого округа. «Основные работы, я уже повторюсь, это благоустройство, отделочные работы, непосредственно закрыть тепловой контур здания, окна, двери, межкомнатные, входные, также утепление перекрытий, утепление части фасада. Мы еще успели дораспутиться и завести большую часть материала. Крупный габарит мы завезли на днях. То есть, вы уже видите, благоустройство идет полным ходом. На борже привезли сюда, разгрузили». Дом для социального найма должны сдать в декабре текущего года. Сегодня в очереди по этому направлению числится 31 семья. «Если бы не подрядчик, который затянул процесс строительства и длительная процедура расторжения контракта, сельчане получили бы новое жилье еще в 2014 году». «Проблема в том, что как только подрядчик не успевает сдавать срок, мы договорились и с нашими строителями, и с руководством Заполевного района о том, что год прошел этот цикл. Если не сдают, тогда надо идти на разрыв контрактов. Иначе мы будем получать такую головную боль, как по школе в Красном. Если многоквартирный дом удастся сдать в сроки, список долгостроев Нинецкого округа сократится на одну единицу. Сегодня в этом списке два десятка строений, в основном социального значения. Общая сумма вложений в стройки, которые уже несколько лет числятся как незавершенные, превышает 3 миллиарда рублей. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Наринмаре изъята самая крупная партия семги за последние несколько лет. Браконьеров с их богатым уловом поймали впрямо в черте города. Нелегальные рыбаки как раз возвращались с незаконного промысла. Правда, на берегу их встречали не только подельники, но и оперативная группа. Все подробности в нашем следующем сюжете. Этот внедорожник стоит здесь не просто так. Товарищи по цеху в указанном месте и к назначенному часу ожидают лодку с ценным грузом. Автомобиль с прицепом, видимо, должен был увезти все это подальше от лишних глаз. Но не тут-то было. На берегу совхоза браконьеров уже поджидали полицейские. Правоохранителей вызвал сотрудник Центра природопользования после того, как в учреждение поступила оперативная информация. Осмотрев причалившую лодку, полицейские начинают вытаскивать содержимое. Всего из казанки выгрузили на берег 17 полных мешков с рыбой. Данные водно-биологические ресурсы сотрудниками полиции сейчас изъяты. Проводится и осмотр место происшествия. В дальнейшем будут проведены мероприятия по возбуждению уголовного дела. Самое интересное началось, когда оперативники начали вываливать рыбу из мешков. На землю посыпались десятки крупных рыбин. Один экземпляр больше другого. Хвосты по 10, 15 и даже около 20 килограммов веса. Улов действительно богатый. Если перевести его в денежный эквивалент из расчета минимальной цены, то только семги здесь тысяч на триста. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в лодке находилось 87 экземпляров рыбы породы семга со следами опечеивания, что свидетельствует о том, что эта рыба была поймана. В дальнейшем будет проводиться проверка по данному факту, где она была поймана и при каких условиях. Помимо огромного количества семги, в числе изъятой рыбы находится и нельма. А это уже совсем другая статья уголовного кодекса, ведь этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. Надо сказать, что такой большой партии браконьерской рыбы в этом сезоне еще не изымали. Последний раз крупный незаконный улов сотрудники Центра природопользования вместе с полицейскими обнаружили на территории Ненецкого заповедника. Нелегального рыбака взяли в феврале этого года с 54-мя хвостами нельмы. В курсе, что в заповеднике Ненецкого запрещено улов рыбы, ванных биологических ресурсов? Все ясно. То есть вы осознаете, что вы совершали? Да. То есть вы совершали что? Вылов рыбы. Преступление? Да, да. Вот. То есть вы осознанно шли на это? Угу. Сейчас этот мужчина находится под следствием. Под следствием совсем скоро окажется и наш сегодняшний герой. Впрочем, показать наглеца мы не можем. Как только наша съемочная группа появилась на месте происшествия, он спрятался в автомобиле и просидел в нем, скрываясь от видеокамеры. Наказание жадному браконьеру определит суд. Сейчас можно только предположить, что мягким приговор точно не будет. Объем незаконно выловленной рыбы тянет на особо крупный размер. А четыре хвоста Нельмы добавят тяжести этому преступлению. Надежда Хабарова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Предпринимателя, который возьмется за открытие хлебопекарни в Тельвиске, поддержит округ. Сегодня в селении налажено хлебопечение и важный социальный продукт приходится завозить из Наринмара. О своей проблеме жители поселения рассказали в ходе общения с губернатором региона во время его визита в Тельвиску. Игорь Кошин обратил внимание жителей на успешный опыт трех предпринимателей, которые сегодня занимаются фермерством. Благодаря собственной инициативе и поддержке округа они обеспечивают свежими продуктами свои семьи и односельчан. Назвать имена всех коз Алексей Никитин пока не может. Новые постояльцы небольшого частного хозяйства живут здесь недавно. Начинающий фермер уже имеет три коровы, а с наступлением лета решил расширяться. Купил кур и шесть коз. Козы, они же не столько прихотливые, поэтому будет намного избыт молока. Во-первых, детям, это же гипоаллергенные, и содержать их девчонки немножко. Сколько они у вас сейчас пока дают молока, козы? Козы, одно только, дойные получается две, ну, как бы этот самый, литр-полтора. В козьем семействе уже пополнение. В просторном загоне козлику и взрослым живётся комфортно. Тут же обитают четыре курицы, исправно несущие яйца. Алексей уже заботится о зимних буднях. На днях начнёт строить новый хлев и самостоятельно заготавливать сено. Для этого из Кирова был привезён пресс-подборщик для формовки сухой травы. Это купить её одним килограмм, допустим, сена, стоит там шесть рублей. Сюда привезут ещё будет стоить, она уже 12 рублей. И сколько это обойдётся на одну корову? Около ста тысяч рублей. Представляете, сколько? А кормов сколько ещё надо будет? Всё остальное. Это же как бы легко сказать, что вот завёл и всё, и тут только деньги получаешь и отчитываешь, складаешь куда-то. Нет, это затратное дело. Закупить технику и стройматериалы для хлева фермер смог благодаря окружной поддержке. Грант в 500 тысяч рублей начинающий предприниматель выиграл по конкурсу и сразу же пустил в оборот. Опыт Алексея Никитина, глава региона, не раз приводил в пример в ходе общения с населением. В Тельвиске сегодня не налажено хлебопечение, отчего выпечку приходится завозить из Наринмара. Игорь Кошин акцентировал внимание жителей на возможности открыть частную пекарню. Мы создали определенные условия для развития фермерства. И Тельвиска – один из населённых пунктов, где есть два ярких примера. Это парень, который выращивает коз, парень, который выращивает коров. И показывает, что в условиях раннего севера вполне можно заниматься сельскохозяйственным предпринимательством. И, что немаловажно, самостоятельно кормить свою семью. Конечно же, это система субсидирования выстроенная, это система грантовой поддержки. И мы рассчитываем, что всё-таки всё большее количество людей не будет зависеть ни от государства, ни от кого, а будет самостоятельно решать, в том числе и свою продовольственную программу. Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя можно оформить в МФЦ. Правда, за такими услугами сюда обращаются редко. В основном люди приходят оформить и подтвердить социальные выплаты, зарегистрировать недвижимость. По словам Александра Чурсанова, главы муниципалитета, предпринимательский потенциал у местных жителей есть. И, возможно, частная пекарня в селе всё-таки появится. Нужно было, конечно, обсудить с нашими предпринимателями, либо с людьми, которые всё-таки к этому неравнодушны, посмотреть ассортимент, посмотреть, может быть, написать бизнес-план, поучаствовать в гранте, то есть денежки выделяют, и обеспечить жителям муниципального образования хлебом, ну и хлебобулочными изделиями. Мне бы очень хотелось, чтобы данный проект появился и данная пекарня была у нас. Открытие частной хлебопекарни позволит создать и новые рабочие места. Сегодня в селе в качестве безработных зарегистрирован 21 человек. Во время общения с подрядчиками губернатор интересовался, сколько человек из числа местных жителей работают на стройках. Как и следовало ожидать, среди общего количества рабочих они в меньшинстве. Либо нет желания, либо специального образования. Чтобы решить последний вопрос, глава региона поручил своему заместителю по социальным вопросам Надежде Дедяевой рассмотреть возможность открыть подготовку строителей на базе профессионального технического училища. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Молодые и талантливые на одной творческой площадке. В Тельвиске прошло торжественное закрытие шестого молодежного форума «Тельвиска-арт». Его участниками стали представители молодежного актива из Наринмара, Оксина, Великовисочного, Красного и Тельвиски. По традиции форум посвятили народной культуре. На протяжении 10 дней ребята обучались актерскому мастерству, традиционным играм, народному пению, хореографии, игре на балалайке и гуслях. Все новые навыки ребята показали в итоговом спектакле. Сваха со стороны жениха в гостях у родителей невесты выполняет свою главную миссию. На сцене старинного села Тельвиска идет премьера баллады «Жених», написанной Пушкиным в период Михайловской ссылки. В основе сюжета лежит народная сказка-новелла. Одну из самых колоритных персонажей Сваху играет Ксения Хозяинова. Так вжиться в роль, по словам девушки, помогли талантливые педагоги. Нравится очень работа с педагогами нашими. Они нам очень много дают знаний. Лично для меня я получила очень много в плане танцев. И песни я научилась брать ноты. Правильно брать ноты, держать дыхание, не исполнять, а проживать каждую песню. Будь то лирическая, плесовая или обрядовая, учила педагог Московского института искусства и культуры Анастасия Колесник. Дети уже слышат, умеют чувствовать не только слова, не только мелодию, но и переживать героям, героям этих песен. За такой короткий срок, на самом деле, очень сложная программа. Но поскольку с детьми мы уже не первый год, радует то, что те ребята, которые у нас уже неоднократно принимают участие, они помнят песни прошлого года, они помнят какие-то свои реплики. И это, я бы сказала, ради этого стоит что-то делать, потому что они это делают с удовольствием. Кроме народного пения и традиционной пляски, ребят в рамках форума учили играть на балалайке и гуслях, а еще знакомились с традиционной мужской и воинской культурой. Элементами рукопашного боя окружных молодцев обучал специальный гость из Череповца Денис Антипов. Как говорит хранитель русской культуры, традиции для него не просто профессия, а образ жизни. Поэтому строгому деловому костюму он предпочитает народный. К примеру, вот зипун, такие зипуны, это верхняя такая демисезонная одежда, могли встречаться в разных регионах. Вот. Рубаха у меня вологодская наша, это позднее, начало 20 века. Пояс у меня не вологодский, это тверской пояс с молитвой. Молитвой? Да, на нем есть молитва, вот можно. Вчерашние ученики Дениса Антипина, сегодня коллеги по сцене. С новобранцами мастер кулачных поединков за несколько дней уже успел спеться. Вот песня, которую мы разучивали с ребятами, песня донских казаков про войну, связанную с городом Севастополь, которую здесь вы тоже сможете услышать. Вот. Эту песню ребята схватили буквально за три повтора. А теперь все испытал, Севастопа не бывал, в чистом море, в страшном горе, каждый день и каждый час. Все разученные воинские хоровые песни, яркие обряды и зажигательные пляски вошли в народную притчу «Жених», постановкой которой занималась художественный руководитель театра-кидостудии «Чердак» Инна Дунина. Мне очень нравится с ними работать, и самое главное – видеть результат. За полных, грубо говоря, восемь дней мы делаем спектакль, постановку, где не только драматическая, актерская работа, где работа с вокалом, с хореографией, с традицией, с костюмом, гримом. Ну, в общем, множество различных мастер-классов приходится давать за это время. И радуешься, когда вот такой день, как сегодня, когда мы все вместе собираемся, волнуемся, готовимся к нашей премьере. Волнения были напрасны. Премьера прошла на ура, о чем свидетельствовали громкие овации и искренние отзывы. Причем не только от земляков. Случайно на молодежную премьеру попала и семья Гаврильевых из республики Саха. Я очень удивилась, что дети такие талантливые. Прямо как будто бы здесь какой-то большой город, как будто они прямо здесь всегда… Ну, выступление очень понравилось. Настя плакала во время спектакля. Почему? Ой, я всегда очень ответственно так подхожу к всем спектаклям, мероприятиям в Доме культуры. Они очень трогательные. И я сама была более 10 лет участником самодеятельности, входила в танцевальный коллектив, поэтому для меня это все очень близко к сердцу. У них было очень короткое время для подготовки, но они сыграли на самом деле профессионально. 13 девчонок и 7 парней из разных уголков округа сыграли действительно профессионально. Но таких влюбленных в народное творчество ребят, желающих попасть на самую креативную молодежную площадку, по словам организаторов, телевизский арт гораздо больше. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Поздравили ветеранов оленеводства. В туристическом центре Ненецкого округа отметили День оленя. Главными гостями праздника стали работники оленеводческой отрасли, которые не один десяток лет вели кочевой образ жизни в тундре, а теперь находятся на заслуженном отдыхе. Слышать затяжные песни ненецких женщин для них особенно приятно. Эти люди провели в тундре всю трудовую жизнь. Кочевали, стерегли стадо оленей, строили семьи. Сегодня ветераны оленеводства на заслуженном отдыхе. Но память о трудовых буднях кочевия еще свежа. Как говорит Лия Хатанзейская, бывшая чумработница, в тундре нет выходных и праздников. Мужчины дежурят в стаде, женщины – очага. Я работала в колхозе «Харп». Вместе с мужем ездила, 22 года проездила с ним. А потом вот умер муж, скоро уже два года исполниться. Я встала в деревне жить. Там с утра и до самого вечера, позднего вечера все на ногах. Вот где-то и воду надо носить, таскать, и дрова надо рубить, и кипятить, и варить, и все надо кормить пастухов. Валерий Конюков пришел в оленеводство в 1968-м, когда исполнилось 18 лет. Говорит, пошел по стопам родителей. За более чем 30 лет кочевой жизни случалось разное. Например, часто стадо караулили волки, представляющие опасность не только оленям, но и человеку. Приходилось всю ножку все держать. Вот и до утра. И ушли утром. И все нормально. Какие еще есть опасности в вашей работе были? Не знаю, какие опасности. Мы привыкли. Там все опасность, не опасность. Надо. Нынешний праздник для оленеводов особенный. День оленя в округе отмечается в 85-й раз. С 1932 года праздник отмечался в первое воскресенье августа. В 1985-м получил название День оленя. А в 2002 году на первом съезде оленеводов Ненецкого округа традиционному празднику было решено вернуть первоначальное имя – День оленя. За 85-летний период проведения праздника сложились традиции. Оленеводы собираются в одном месте, проводят торжественные собрания с подведением итогов работы за прошедший год, соревнуются в национальных видах спорта. Людмила Булыгина, выросшая в Малоземельской тундре, говорит, готовиться к празднику начинали заранее и тщательным образом. Когда выбирали упряжки, выбирали одинаковые. Уку белые цветные носы, кто беленьких выбирали, и кто пятнистый, и кто серенький. И когда все выезжали за день в определенное место, где будет праздник, это была такая красота. А женщины выносили самые нарядные паницы. В те времена как-то было, казалось, как холодновато было. И когда мы приезжали, и это становище пустое, все приезжали из всех разных сторон. И приезжали в основном-то мы где-то вечерком, когда роса, когда вот упряжки быстро бегут. Все ходят друг к другу. Ой, это чей балаган? Ань, здорово! Они друг к другу заходят, потом делятся своими новостями, смотрят своих детей. И что еще интересно, на детей смотрят. Они уже все ходят на будущее. Ага, у нее мальчик, это значит будущий жених. У этой девочки растет столько-то лет и такого-то рода. И они даже могли между собой договориться, что это будущий жених и невеста. По количеству домашних северных оленей Ненецкий автономный округ занимает третье место в России. Впереди только Ямал и Якутия. Поголовье оленей в округе составляет почти 175 тысяч особей. Из них свыше 130 тысяч составляет общественное стадо. И около 45 тысяч – частная собственность. Вашим ежедневным тяжелым трудом создавались оленеводческие хозяйства на территории округа. Вашим трудом создана та основа, на которой создано и развивается оленеводство. Это ключевая отрасль нашего сельского хозяйства. Занято более тысячи человек. Невозможно без оленеводства представить. Ненецкий автономный округ – это неотъемлемая часть нашей жизни. Сегодня традиции оленеводства продолжают 13 сельскохозяйственных производственных кооператива, 6 семейно-родовых общин и одно государственное предприятие – Ненецкая агропромышленная компания. И спустя даже 85 лет для тундровиков оленеводство – не только профессия, но и образ жизни. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Стражи порядка раскрыли кражу денежных средств. В дежурную часть полиции обратился житель Наринмара, который сообщил правоохранителям о том, что из его квартиры пропала крупная сумма денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Житель Наринмара попросил у своего приятеля одолжить ему автомобиль буквально на 15 минут, чтобы съездить в магазин за запчастью. Но обнаружив в иномарке ключи от квартиры, 32-летний мужчина решил заехать сначала к приятелю домой. Он просто быстро заезжает, берет у меня деньги. Случайно, он у меня ни разу не был на квартире. Ну, был, то он не видел гостиную у меня. Просто зашел, случайно в шкафах порылся, нашел. Пошел быстро запчасть пришел, купил. И для виду, что все, у меня запчасть на руках. По словам потерпевшего, молодой мужчина знал, что в тот момент в квартире никого не было. Родители были в отъезде, а сам владелец автомобиля находился на работе. Пропажет денег хозяин квартиры обнаружил только на следующий день. Весь дом пережил, нету этих денег. Я досконально помню, что я ложил, куда я ложил. Так, на всякий случай, просто весь дом обыскал, все шкафы передвинул, нету денег. Посоветовался. И говорят, пиши заявление. Обратиться в полицию потерпевшему посоветовал тот самый знакомый, который накануне похитил из его дома 600 тысяч рублей. Возможно, таким образом злоумышленник хотел отвести от себя подозрения и даже попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали его по дороге в поселок Красное. 32-летний житель города Наринмара дал признательные показания. По данному факту, следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело. А какое наказание ему может грозить за это? За совершение указанного преступления виновному лицу может грозить лишение свободы до 6 лет. Как нам стало известно, часть денежных средств злоумышленник уже успел потратить. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. За свое правонарушение ему придется ответить перед законом. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Лучший среди тысячи проект «От шабуров к пустоварам» Пустозерского музея выиграл грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он будет реализован на территории села Тельвиска и деревни Устье и станет продолжением проекта древними дорогами Пустозерия по созданию экскурсионного маршрута в первый русский город в Арктике. Кто такие шабуры и пустовары и какие интересные события пройдут в Припечорье, разбирался наш корреспондент. Шабур вообще в словаре дали, если вы залезете, это старая, такая поношенная, как правило, рабочая одежда. Местный житель с шабурами, шабуром называли поношенную малицу. Мы-то делаем вывод на основании этого названия только то, что телевещане – это, вероятнее всего, очень работящие люди, потому что их, наверное, ходили все время в рабочих малицах. Если телевещан раньше называли шабурами, то прозвище пустоваров досталось жителям соседской деревни Устье, на что они не обижались. Еще бы, пустовар – это фирменное рыбацкое блюдо, которое готовилось из белой рыбы и заправлялось мукой. Вкус, говорят, необыкновенный. Сейчас эти два населенных пункта стали главными героями проекта Пустозерского музея, ведь именно через них лежит дорога к первому русскому городу в Арктике. Поэтому, чтобы реализовать свой проект, сотрудникам музея нужна помощь местных жителей. Кстати, те к историческому сотрудничеству уже готовы. У них очень много там, на самом деле, есть идей. То есть, и можно поскучить предпринимателей местных. Это сувенирная продукция, то есть, научить, как это делать. У нас есть очень активный совет ветеранов. То есть, у них есть свое помещение, в котором они занимаются, различные кружки у них проходят. И если Пустозерский музей сотрудники и те люди, которые будут проводить эти мастер-классы, им покажутся, я думаю, это 100% будет пользоваться популярностью, будет интересно. Кроме мастер-классов, в рамках проекта запланировано много мероприятий и конкурсов, а также благоустройство поселков. Там может появиться и гостевой дом, и сувенирная лавка. Для жителей поселения это вопрос занятости. Для туристов и работников отрасли – развитая инфраструктура. Мы предполагаем установить в рамках работы над проектом причал в деревне Устье, для того, чтобы лодки и музей заповедника, и жители могли останавливаться в летний период времени. Есть еще хорошая идея, которая тоже получила поддержку фонда Тимченко. Это идея благоустроить немножечко и Тельвиску, и Устье, и установить там малые архитектурные формы, скульптуры. Мы предлагаем телевичанам и устьянам подумать над тем, как же будет выглядеть скульптура шабура в Тельвиске и скульптура пустовары в Устье. Еще сотрудники музея выпустят брошюры, посвященные местным блюдам и костюмам. Всего на мероприятие в рамках проекта «От шабуров к пустоварам» будет потрачено почти 700 тысяч рублей. Эти средства музей-заповедник Пустозерск выиграл на всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел». На него было подано более тысячи заявок. До финала дошли только 58 проектов, которые будут реализованы по всей России в 2017-18 годах. Сейчас у сотрудников Пустозерского музея горячая пора. Впереди реализация проекта. И результаты, надеются историки, будут вкусными и красивыми. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Киреки, Кеты, Энсы и Жоры, Алиуты. Эти народы, проживающие в России, сегодня находятся на грани исчезновения. Демографы говорят, если ситуацию не изменить, узнать об этих народностях можно будет только из книг. 9 августа отметили Международный день коренных народов мира. Цель всемирного праздника – повысить внимание к проблемам аборигенного населения, которого становится все меньше. И бабушка, она всегда ходила в панице. Она всегда ходила в красивой, украшенной, много-много узоров было у нее на панице. Всегда носила, всегда ставила чум рядом с домом. Когда уже жили в деревне, когда переехали на оседло образ жизни, перешли, всегда у нее около дома стоял чум. Бабушка до последнего говорила только на ненецком языке, русского она не знала. Александра Фомина рассказывает о своей бабушке по материнской линии Поросковье. Статная девушка происходила из богатого рода Лаптандер. Она знала много ненецких сказок, преданий и песен. Кстати, одна из них вошла в репертуар самого популярного национального ансамбля округа. Например, ансамбль «Хайяр», народно-ненецкий ансамбль песни и танцев «Хайяр», они исполняют ее песни. Я совсем недавно узнала, что мне сказали, что это вообще бабушкина песня. Наши бабушки, очень интересно. Песня такая свадебная, шуточная, как поехали на свадьбу. И одела разные пимы, она такая интересная. Таких преданных своей культуре, как бабушка Александры, с каждым годом остается меньше. По данным Комитета госстатистики НАУ, численность ненцев, проживающих в округе, составляет чуть больше 6 тысяч человек, или 15% от общей численности населения региона. Всего же ненцев в России насчитывается около 40 тысяч. Почти в 10 раз меньше в нашей стране осталось представителей еще одного коренного народа – Нивхи. Нивхи – один из древнейших народов Дальнего Востока. Археологи отождествляют его с так называемой охотской культурой. Она возникла еще в первом тысячелетии до н.э. в бассейне реки Амур и распространилась на Сахалино-Курилы. Предки современных Нивхов селились в море или в устьях рек, ловили рыбу, собирали ягоды. Основой их жизни сотни лет служил морской и зверобойной промысел. Кстати, в нашем округе живет представительница этого народа Галина Назарова. В телефонном интервью она рассказала нам об еще одном виде деятельности Нивхов – собаководстве. Собачье мясо шло в пищу, в шкуры, на пошив одежды. На собачьих упряжках Нивхи ездили в Манчжурию для обмена товарами. Туда везли икру, лисьи шкурки, оттуда ткани, бусы и другие диковинки. И прадед мой, он тоже ходил в Манчжурию на собачьей упряжке. И в доме у нас, как реликтовая вещь, всегда хранилась и передавалась из поколения в поколение. Манчжурский халат, расшитый золотыми нитями и драконами. Очень богатый, очень этнографически ценный экспонат, который всегда у нас выпрашивала в матери какие-нибудь музеи. С Японии приезжали этнографы, вот они всегда этот халат выпрашивали. По словам Галины Назаровой, сегодня Нивхи с размахом отмечают Всемирный день коренных народов мира. Впрочем, как и другие народности, не только в России, но и по всей планете. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут в 90 странах мира и представляют множество языков и культур. В нашем регионе дружно соседствуют 77 национальностей. Многие из нас даже не знают, что некоторые из них представители очень редких народностей. Например, в нашем округе живут энцы, тазы и жорцы, табасараны, эвенки, манси, шорцы. Сегодня их поздравила председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Светлана Миронова. С праздником, с международным праздником коренных малочисленных народов и пожелать всем добра, пожелать счастья, здоровья, любви. Пусть вас хранит ангел. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин